Нам, городу, нужно достичь показателя численности своего населения в 1 миллион человек из 700 тысяч, которые есть сейчас. Амбициозно, смело, как и мысль о том, что Барнаул может стать большим зеленым парком с велодорожками и общественными центрами вместо ТРЦ. Такой краевую столицу будущего видит Владислав Вакаев. Политик представил на суд публике свою книгу «Барнаул. Образ будущего». Город без пробок, загазованности, точечной застройки. Автор книги уверен, будущее за промышленными предприятиями, только нужно найти территории для их строительства. А еще можно наконец-то построить мусороперерабатывающий завод. И уже сейчас думать о том, как отмечать 300-летие Барнаула. Я предлагаю сейчас, уже 9 лет остаются до юбиле, собственно говоря, постараться эту дату использовать для самих себя и для федерального центра, какого-то для того, чтобы что-то сделать. Например, как считает политик, сделать подарок для города. Так, к юбилею Санкт-Петербурга было отреставрировано 226 объектов, набережные, мосты. Иногда в городах, правда, выдают за так называемые подарки – сдачу школ, детских садов, стадионов. По мнению Вакаева, Барнаул мог бы заслужить и северный обход. Транспортная ось свяжет в одну агломерацию Барнаул, Новоалтайск, Павловский и Первомайский районы. А значит, и три крупные промышленные площадки. Мы получаем буквально-таки прямой выход на Новосибирскую трассу. Но, и главное, мы получаем очень хорошие перспективы для расширения Власихинской площадки. Мы получаем прекрасные территории для создания и промышленных зон, и логистических центров. Зачем краевой столице свой бренд? Как удержать молодежь и привлечь миллионы туристов, которые каждый год по пути в Горны проезжают мимо Барнаула? На все эти вопросы политик отвечает в своей книге. Главное, чтобы ее посыл дошел до нужных людей. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.